Друзья, смотрите какой огромный стул возле лужа в этом магазине мебели. Просто огромный. Любят китайцы все большое. А я села выпить чашечку кофе. И вы пишите, что все дешево, все за копейки. Старбург с кофе обыкновенный. В Китае вообще тяжело найти. Хороший кофе. Это комбитурция. Почти 500 рублей стоит на наши деньги одна. Вот такая чашечка не очень вкусного кофе. Считать вам дорого это или дешево. Кстати, друзья, пока пью кофе, скажу чуть-чуть. Пока вижу, вот смотрите, видите, в Китае уже половина автомобилей, ну не половина, скажу где-то, одна треть автомобилей электро. Синие номера это обычные автомобили. Зеленые номера это электромобили. И весь Китай пересаживается на электромобили. В связи с этим, в связи с этим, были автомобили очень, неправильно сказать, очень дешево, сильно подешевели. Вот здесь как-то не так много. Сейчас паркуются в основном автомобили с синими номерами. Это, вы видите, это те бренды, которые у нас. Это Тойота, то есть это старые... Это, я забыла, это Тойота, это что у нас там, Ниссан, по-моему, БМВ. То есть это старые автомобили европейских бендов. Там европейских, там корейских, чужих. А уже современные автомобили, китайские, вот с такими зелеными номерами, да, или вот с таким зеленым номером. Это китайский автопроф, причем их столько видов, друзья, что просто каждый день выпускаются новые виды. Мы у себя не можем запомнить вообще, кроме там Лисана, там Танкос, в общем, сильно ничего не знаем. Но и тут сами китайцы не успевают следить за тем, сколько выпускается этих автомобилей. Поэтому, мало того, давайте чуть-чуть вам расскажу. Мало того, здесь пользуются очень большим... Вот тоже новые китайские автопроф. Все китайские машинки сейчас покупают, никто не берет ни на бензине, да, там, ни на солярке. Сейчас уже у них в трендах женщины покупают себе машины полностью электронные, без управления. То есть ты сидишь, и причем поэтому же у меня это такси, да, обыкновенное такси с водителем, которое ты ждешь. Вот, потому что все здесь общаются через Вичат. Это их такая китайская система общения, все идет через Вичат. Ты не поймаешь на улице... Еще в Гуанчжоу можно. В Пекине ты не поймаешь на улице такси. Вот мы попросили оставить нас, значит, наших друзей, переводчиков, оставить нас на улочке, значит, где мы гуляли, сувенирная такая улочка. Вечером говорим, по привычке. В Пекине мы раньше не были, да, по привычке говорим. Да, ну, мы доберемся без проблем домой. Ага, друзья, не тут-то было. Нам пришлось в конечном итоге, мы никак не могли поймать такси, хотя Олег Алексеевичу ему сразу дали телефон с Вичатом, значит, все туда вбили. Вот, тем не менее, мы не думали, что будет такая проблема, не научились вызывать такси через Вичат. Ну, и как ты будешь без знания китайского общаться, значит, заказывать это такси? Ну, только пальчиком там тыкать, вот, ну, освоим. Но нам пришлось обратиться к полицейскому, чтобы он нам вызвал такси, и в конечном итоге мы уехали. Вот. Здесь в Гуанчжоу еще можно выйти, значит, руку и поймать такси, либо заказать. Вот, вот видите, тоже вот Мерседес подъехал, синий номер. То есть от всего, от этого, друзья, Китай избавляется и по причине политики, и по причине того, что все переходят на электромобили. И вот женщины все заказывают без управления. Причем китайцы очень практичные, это не только женщины заказывают, да, такие машины. Они покупают себе такую машину, машина их отвозит утром на работу, потом они ее отправляют в такси, принимают заказы, она ездит, сама машина эта развозит людей целый день. То есть она не простаивает, не надо паркинг какой-то, да, оплачивать. Вот, и она не стоит, она работает и зарабатывает деньги, эта машина, а вечером приезжает, забирает своего хозяина, с работы отвозит его домой и опять может до ночи ездить, если хозяину она не нужна, ездить и зарабатывать деньги. Поэтому правительство Китая чуть-чуть притормаживает эту программу, потому что иначе очень много людей останутся без работы. Таксистов. Поэтому чуть-чуть это таймазится, но никуда не денешься, безусловно, это удобно. Женщина села с детьми, поехала, вот, ей не надо думать о дороге, быть внимательным. Знаете, для меня это вот как фильм такой был давно, лет 20 назад, не помню, американский фильм. И вот там показывали, вот, что все машины без водителей, ты садишься, значит, там говоришь куда надо и все тебе едет, никто не нарушает, никто, значит, никого не подрезает. Ну, я считаю, что это хорошо. Вот я считаю, что все будут ездить по правилам. Но нам, конечно, до этого еще очень далеко. Тут только-только у нас стали эти электромобили, значит, как-то входить в жизнь по чуть-чуть. Когда мы здесь были последний раз, 5 лет назад, в Китае только-только стали выпускать вот так вот массово электромобили, и мы их очень мало видели на улице. Прямо это, знаете, было такое, вау, у меня электромобиль. Сейчас это просто вот год, два, три, и это вытеснит все. И в Китае опять в этом плане будет пироги планеты. Все, все будет экономично, значит, все будет дешево им передвигаться. А весь этот вот европейский для них металлолом, по-другому не скажу. А для нас, значит, для многих мечта. И то, видите, все, что подъезжает китайское, оно уже все с зеленым номером. Вот, все, ну, куда поедет, в страны наши и поедет. Вот, потому что все-таки нам для того, чтобы перейти полностью на электронный, это все, весь этот автопром, это еще, мне кажется, долгие годы, чтобы полностью, а тут все массово. Вы знаете, ну, есть такое время, да, чуть-чуть по своим поговорим. У них настолько, у них тоже кризис, очень большой, друзья, кризис в стране. Мы этого где-то можем не замечать, но китайцы замечают. Во-первых, как бы, иена по отношению к доллару подвинулась, да, ну, по отношению, рубль по отношению к линии тоже с доллара. Вот, подвинулся, значит, доллар укрепляется, им это не нужно. С Америкой у них очень непростые сейчас отношения, очень непростые, да, вот. И Китай, ну, я не буду лезть в политику, не мое, но дело не в этом. У них все сильно затормозилось процентом на 30. Они же строят сумасшедшими темпами, я вам покажу. Ну, не могу, друзья, найти другое место, как бы, чтобы поговорить, потому что везде то ли объявления идут, то ли зазывания какие-то. То есть так уж в тишине, вот, не удастся нам, значит, поговорить, да. У них же строяка идет сумасшедшими темпами. Мы даже сейчас видим за 5 лет на треть уже разрушили тут старые вот эти вот все дома, в которых были очень маленькие комнатки, в которых они выходили, значит, ой, буду пить потом холодный кофе, выходили, значит, старались в основном быть на улице вечера и утром, и в празднике для того, чтобы не находиться, значит, в маленьких комнатках. Сейчас это все уходит, вот, стройка с вас сумасшедшими темпами, но вот пандемия притормозилась. Сейчас у них квартиры очень хорошие, от 80, допустим, метров до 150, до 200. Поэтому тот Китай уходит быстро, с узкими этими и тесными комнатками и большими семьями. Теперь все равно каждая семья хочет отдельную квартиру и старается, покупает. Кстати, а, это меня поразило в Белоруссии, значит, тоже жилищный вопрос всегда остается актуальной для всех, для нас. Так вот, в Белоруссии мне очень понравилась эта сцена, очень. Вот, я точно смогла бы там жить. Широкие улицы, понятно, что там тоже проблем хватает выше крыши, но мне понравилась природа, мне понравились продукты, мне понравились такие, знаете, простые города, тот же Минск, он очень простой, он небольшой, хотя и город миллионник, там проживает более двух миллионов человек, но он небольшой, компактный, широкие проспекты, нет каких-то вот этих, знаете, загидурек, каких-то вот этих вот дворов, но, что мне понравилось в отношении жилья, да, то, что там многодетная семья, многодетная семья это три ребенка, многодетной семье дают ипотеку под один процент годовых. Молодым семьям дают, по-моему, ипотеку, ну она называется там не ипотека, а кредит, что-то до 40 лет. По-моему, молодым семьям под два процента, а многодетным один процент годовых, друзья. Причем для многодетных 75 процентов платит государство за это жилье, и вы выплачиваете только 25 процентов от стоимости жилья, причем жилье гораздо дешевле, чем у нас, вот, в течение там 40 лет под один процент годовых. Ну шикарный респект, что называется, и уважуха. Вот, буду рассказывать, много посмотрели, много услышали, много разговаривали в Беларуси, потому что хотели находиться подольше с Шерханом, он еще не уехал, там оформляются документы, причем документы оформляют на Шерхана не Олег Алексеевич, этим занимается правительство Москвы, поэтому и Китай, тоже вот эта вот фирма, это все очень сложно, почему еще раз скажу, насколько важно было сделать вот этот международный контракт, потому что это архи сложно. Буду еще объяснять, буду рассказывать, вот, так вернусь здесь к жилью. Китайцы для того, чтобы не потерять квалифицированных рабочих, а их становится все меньше, тоже потом объясню, чтобы не делать длинные видео, почему, они строят, фактически целые города строят, вот, у них микрорайоны выглядят, почему они все дома строят одновременно, то есть, вот город вот так вот вырастает одновременно, там улица, микрорайон, город, нет такого, что один дом построили, потом другой, потом третий, нет, строится все одновременно, хоп, и готово. Мы ехали, не могли сначала понять, думать, что такое, ну, почему нет заселения, вот по окраинам, эти все вот окраины, с этими красивыми, сумасшедшими, красивыми домами, пустые все, а оказывается, из-за кризиса рынок жилья падает, вот парадокс, да, казалось бы, рынок жилья падает, цена падает, покупать должны больше, но так как вся обстановка в стране тоже такой кризис, начинающийся людям покупать не за что, так вот, что делают китайцы, они сносят, они выстраивают эти микрорайоны, и сносят их к чертовой бабушке, вот непонятно для нас, дико непонятно, и строят заново, взрывают целые эти микрорайоны, рушат, и строят заново, чтобы у этих квалифицированных рабочих всегда была работа, чтобы они никуда не уехали, пока не пройдет кризис. Здесь строят несколько, не просто концернов, то есть ты не пойдешь там, сам строитель, маленькая фирма, да, не пойдет, здесь триллионники, то есть триллионы долларов крутятся, вот поделен этот бизнес между там двумя-тремя концернами, такими большими, вот, и поэтому вот, чтобы тоже конкуренция, чтобы не перебегали эти руки из концерна в концерн, вот, значит, они делают такие непостижимые, никому вещи, вкладываются, миллионы в эти дома, потом их рушат, и строят заново, для того, чтобы пережить кризис, для того, чтобы дать своим работникам стабильный заработок, чтобы они знали, что несмотря ни на что, эти фирмы продержатся, хотя вот уже пять лет, сначала пандемия, потом после пандемии, такое, нельзя сказать, что прям большой у них кризис, но он есть, процентов на 30 все просело, вот, и они делают такие удивительные вещи, пишите, друзья, насколько вам интересно, если я буду рассказывать про Китай, потому что мы общаемся сейчас с такими очень интересными людьми, да, большими в Китае, многое рассказывают, много интересного, насколько интересны такие беседы, и в то время, когда я жду Олега Алексеевича, пока он там, значит, по этим, здесь же магазины километрами, понимаете, это необычно, это не как нашему, вот этот небольшой магазин, ну вы, где я сижу и пью кофе, а магазины есть километрами, и Олег Алексеевич должен быть, как он говорит, в тренде, должен все обходить, все посмотреть, что-то купить, коль мы вынуждены, мы вынуждены долго здесь находиться, да, пока ждем Шейхана, и то неизвестно, дождемся мы ли его, потому что, несмотря на то, что это и Москва делает документы, да, и Минск, и Китай, и Пекин делает документы, это настолько все сложно, поэтому оцените, друзья, что значит, отправляем этого льва, это налаживается, такая ниточка, такая дорога, такой мостик, когда сейчас отработают, на этом льве Шейхане, и потом будут обмениваться, животными возить, обмениваться, то есть, все будет хорошо, но этот тяжелый путь, надо пройти, мы в этом, так сказать, пути, наша задача была, вот, остаться, да, вырвать из сердца этого льва, остаться, хотя, нас здесь, и принимать, и очень хочу, и принимают, и будут, и приезжайте, и все всегда рады, но, тем не менее, вот, очень тяжело было решиться, вот, это наша задача была, и довести, сопроводить, чтобы ему не было тревожно, опять-таки, там, тоже, очень, такой райдер был, непростой, что мы должны делать, как мы должны делать, сопроводить этого льва, в Минск, это тоже не просто, друзья, Минск тоже закрыт, и если бы не Москва, если бы, ну, мы везли тигренка, вы знаете, тигренка, девочку, батьке, на юбилей, на 70 лет, все привезли, выучили, все хорошо, вот, теперь, это тигрица, вместе с его тигром, будут жить, в Минском зоопарке, вот, и кто живет в Минске, мне, кстати, звонили, уже люди, говорят, мы в Минске, я говорю, нет, не в Минске, просто видео идут с запозданием, поэтому уже не в Минске, хотели встретиться наши подписчики, за нами, что называется, не успеешь, поэтому, пишите, друзья, буду отвечать, да, тяжело, доходит, не все, но как-то удается мне посмотреть, что-то мне скидывает, и Влад, и Алина, и Денис, что делать, мы никогда не ездили, то есть, вы понимаете, вот, насколько и Олегу Алексеевичу, и мне тоже было, ну, бросить семью, бросить и животных тоже, и съемки бросить, и все, но от таких контактов, от таких проектов, от таких предложений, не отказываются, и поэтому мы на это пошли, но опять-таки скажу, что еще не факт, что Шейхан не вернется назад в Тайган, вот вообще не факт, настолько все сложно сейчас с животными, будем еще разговаривать, если вам интересно, будем разговаривать, объясню почему. Друзья, я придумала, где можно спокойно поговорить, а вот сейчас зайдем в магазин, поговорим, а вот, а я бы хотела передать привет своей семье, потому что отсюда тоже сложно все, так, чтобы сесть, поговорить нормально, у Влада день рождения на днях, и мы планировали пригласить друзей, провести его по-своему с семьей, но, к сожалению, я даже подойду к креслу, к этому даже и близко, не вернусь на его день рождения, это я уже понимаю, а вот поэтому, ну, называется, что делать? Встретимся, друзья, я знаю, что смотрят, и друзья, встретимся, друзья, позже, помни, когда это Ньян говорил, мы встретимся, обязательно встретимся, так и тут, посидим, встретимся, но попозже, а я пойду сейчас в магазин, думаю, что мы там спокойно, без вот этой вот озвучки, могу как-то что-то вам рассказать, очень интересные, страшные вещи, вот, которые я здесь узнала, ну, сейчас поговорим.